Елена Гомонова станет мамой в третий раз. Белёнки-распашонки запасены, дом к встрече малыша готов, опыт есть. Однако участвовать в конкурсе «Я буду мамой» Елена согласилась не сразу. А когда решилась, на подготовку осталось всего три часа. Ой, это всё вышло спонтанно, потому что я как бы не собиралась участвовать и не готовилась к этому. Ну, моя подруга хорошая меня уговорила, сказала, что это нужно. Ну, я решила для интереса попробовать. Все конкурсантки – жительницы зонального района. В зале – группа поддержки мужья и родителей участниц. Будущие мамы отвечали на каверзные вопросы, показывали семейные презентации и пели колыбельные. А ещё на суд жюри предоставили домашние десерты. Главное условие кулинарного конкурса – чтобы блюдо было не только вкусным, но и полезным для ребёнка. Я приготовила сырники творожные, полезное, любимое блюдо для детей. Праздник для будущих мам помог организовать губернатор. На выигранные по гранту средства удалось не только провести конкурс, но и подготовить подарки. Поздравлением присоединились со своими призами и местные предприятия. Ну, а пока проходили отборочные туры с участницами, проводили консультации медицинские и социальные работники. Типовой проект, в котором мы приняли участие – «Я буду мамой». Администрация Алтайского края нам оказала доверие, выделила грант на эти цели. И сегодня в этом зале мы собрали представительниц прекрасных, в прекрасном чудном положении со всего нашего района. Постараемся, чтобы сегодняшний праздник для них удался, чтобы они отдохнули, чтобы их поддержали в таком чудесном начинании, как рождение очередных детей. И надеемся, что для них это начало большого пути. Праздник доставил селянам массу впечатлений. Радовались все и зрители, и, конечно, сами участницы. А что может быть для беременной женщины полезнее положительных эмоций? Ирина Дубицкая, Татьяна Свинаренко, Сергей Кузнецов. Новости ОТН.